Так, ну что, сестре вашей написали. Меня зовут Владимир, я журналист. Как зовут вас полностью? Алексеян. Фамилия, имя, отчество? Не понял. Фамилия, имя, отчество? Алексей Антончик. Дата рождения? 21 марта 1985. Откуда вы? Башкирия. Башкирия. Это как называется? Башкортостан или? Республика Башкортостан. Вы мобилизованный? Нет. Вы контрактник? Срочный контракт. А, понял. А с какой частью? Чебаркуль. Еще раз. Чебаркуль, Челябинского. А номер? Номер же. Не помню. Это нормально. А звание, должность? Пифрейперт, стрелок. У нас разговор под записи для публикации, понимаете? Вы не против? Я не против. Не против. Расскажите, почему подписали контракт с вами? Ну, наверное, сподвигла выпивка. Сидели, убивали гражданская жена и друг. И начался разговор про выплаты там контрактникам раненым 3 миллиона, погибшим 14. И моя гражданская жена, не знаю, как сказать, так рука, иди, иди. И у меня какая-то бешенство произошло внутри. На следующий день поехал со властью. Будучи выпившим военкомат. За полдня прошел комиссию. На следующий день у меня повезло счастье. То есть никакой идейной подоплеки в ваших действиях не было? Не было. Это просто с перебоя, можно сказать? Когда уже отрелил был отпуск. А отрезвели вы когда? Ну, внук рай. День 3, наверное, головы не парят. Вы же еще по дороге пили? Да. А разве так можно? Можно. Тихоря. Вы с собой взяли? Покупал. Где? Ну, в Самаре-то. В Ростове. А вас автобусом везли? Самолетом. А пересадки там можно было сходить в магазин. То есть несколько пересадок делается, да, получается? Ну, нет, одна. А где? В Самаре? В Самаре. В Самаре. А потом с Самарой куда полетели? В Ростов, наверное, в Ростовской области. Вы толком не знаете? Толком нет. А там же было? Там палатка стояла. Вещи там, контрактников, наверное. Там перекусили. В следующий день уже по машине поехали. Наверное, в Украину. На Украину. В Украину. Если хотите правильно, то в Украину. Хотя это для меня, если честно, не очень принципиально. Мне главное, что у вас вообще здесь не было никаких. И говорите у себя там, как хотите. Без разницы. Какая-то медкомиссия, проверка, что-нибудь. Как вообще вас в таком состоянии можно было призвать? Я не знаю. Ну, у меня ишемия даже была. Вас проверили? Да, проверили. Нашли? Да, ишемия. Ну, сердце, наверное, что это ишемия, да? И что сказали? Здоров. Ничего не говорили. Просто прошу комиссии. Пьяный человек, сошеми их. Наш парень, да? Ей, поехали. Ну, так получается. Можно. Что у вас глазом? Осколком на БМП сорвались. На мина наехали. Можете посмотреть туда? У вас не было этого раньше? Нет, не было. Привет передаю вашей гражданской жене. Как ее зовут? Светлана. Светлана. Ну, в принципе, наверное, ей... Как думаете, ей все равно? Не знаю. Понятно. Могли бы вы погибнуть? Да. Повезло просто. Повезло еще, да. Понял. Расскажите, что было дальше? Что уже в Украине происходило? Ну, когда мы подзорвались. Ну, в же тот момент. Вообще, вот какого примерно числа вы прибыли уже в Украину? Ну, примерно... Так, да. Примерно 14 сентября. 14 сентября? Да. Ага. И что происходит? А куда? Ну, по разговорам. То, что в Ямполово или в Польской село, я не знаю. Это я не уверен, что... Ямпильский, да? Возможно. Да. Это по разговорам, то, что я слышал. Ну, это... Так я же вас и спрашиваю, что вы слышали. Я же не знаю. Нет, 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 нет. Понимаю, что вы можете сказать нет. Или то, чего не было, или не знать просто. Ну, ну, и сколько вас там было людей всего? Ну, у нас съехало два БМП. Один отстал. За нами не поехал. Ну, в Сватово, наверное, выдвигались. И на полпути, или, может, дальше проехали. Наехали на мины, разлетелись там, ну, на броне ехали. Я не смог даже глаз открыть, ничего не видел. Где-то там, где каска. А, сколько вы в общей сложности провоевали? Да я не воевал, только в окопах сидел, 15 дней. А, 15 дней до этого вы все-таки просидели в окопах? Да. Так, ну, и вот там вы говорите. Ну, потом слушали голоса, подошли в СССР. Подняли меня. Перепритавали, дали закурить воды. И на следующий день утром отправили в госпиталь. Или тоже там промыли рану, переваритовали и направили в СИЗО. В СИЗО? Угу. Айка. Вам предоставили медицинскую помощь, я так понимаю? Вы понимаете, что вы оккупант или нет? Наверное, понимаю. Не, ну, наверное, или давайте как-то конкретизируем. Если не понимаете, то не понимаете, скажите нет. Если, ну, то есть, давайте поговорим. Вот, понимаете в это или нет? Ну, я не хотел ничего захватывать. Нет, лично вы не хотели, может быть, понятное дело. Вас, собственно, и не спрашивал никто, что вы там хотели или не хотели. Вот, есть Украина. Независимое государство. Или вы с этим не согласны? Есть. Так, Россия, независимая от вас. Да. Вот, российские военные приходят в Украину с оружием. А не оккупант? Ну, скорее всего, да. Скорее всего. Оккупируем. Ну, пытаются, по крайней мере, да. Какая цель того, чтобы произойти? Я думаю, НАТО уже у ворогов, если Дугая зайдет НАТО, то войны не избежать. То есть, цель в том, что... А сейчас она какая? Маломасштабная? С одной стороны, не совсем НАТО. Россия. Так НАТО или не совсем НАТО? Не совсем НАТО. Не совсем НАТО. Понятно. Просто у вас утверждают, что уже НАТО. Давайте вот про цели спецопераций послушаем вашего президента. В наши планы не входят в оккупацию украинских территорий. Мы никому, ничего не забираемся навязывать силы. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Что касается длительного процесса результата ФСО, ну, конечно, это длительный процесс может быть. Так, но потом вы, значит, упомянули о том, что появились новые территории. Ну вот, и такой все-таки значимый результат для России. То есть сначала оккупировать мы не собираемся. То, что стоим под Киевом, это не для оккупации. В результате его спрашивают, чего добились. Он говорит, значимый результат в том, что появились новые территории. Так собирались оккупировать или не собирались? Ну, это не меня решать. Так я не спрашиваю, не прошу вас решать. Вы вообще ничего не можете решать. Я спрашиваю факт. Сначала, говорит, оккупировать не собирались. Потом, говорит, достижение в том, что появились новые территории. Так собирались или не собирались? Не знаю. Но про НАТО знаете. Я не собирался. Но про НАТО знаете. Ну, это мое личное мнение. Я понял. А я спрашиваю про это личное мнение. С России. А? Что НАТО подбирается к России. НАТО подбирается с Россией, Швеция, Финляндия. Подобралась уже. 100 километров до Питера, 500 километров до Москвы. Любая ракета достает пустяковое дело. Вот, пожалуйста. Что такое? Никакой реакции. Ну, так давайте с вами порассуждаем. Вы хотите сказать, что я бы сказал, что Россия оккупировала Украину? Получается, так оккупировала. Это понятно. Это понятно. Я уже... Теперь про НАТО мне уже интереснее поговорить. Вы говорите, что цель была, потому что НАТО пробирается в Украину. Ну, допустим, НАТО пробралось в Финляндию и Швецию. Почему никакой реакции? Я не знаю. Ну, Финляндия. Я не был командующим. Так я пытаюсь логику вашу уловить. Вы же как-то же, ну, рассуждаете об этом? Ну, я надеюсь, что вы хотя бы задумаетесь над своим утверждением о том, что война началась, потому что НАТО пробиралось в Украину. Просто задумайтесь над этим. Потому что, знаете, есть такая штука, называется предлог к войне. Вот когда одна страна ищет предлог к войне, чтобы напасть на другую, она будет рассказывать все, что угодно своим, вот таким, как вы. Что там НАТО, нацисты какие-то, сатанисты какие-то и все, что хочешь. Лишь бы только вы пошли сюда, ну, и с вами происходило то, что с вами, собственно, происходит. Нет. Двухсотых видели или не успели? Нет. А, ну, то... Я вообще первые дни ничего не видел. Ну, не знаю, вам везде по телевизору. Возьмите по телевизору. Я понял. Ну, вот про сатанизм, например. Вот у вас церковное служение. Потому что воинская смерть лучше всех смертей. Это лучшая смерть из смертей. Люди умирают, как свиньи захлебываются блевотиной, скажу я вам. Еле-еле пили-пили, перепели, под столы попадали, обрыгались, и блевотиной захлебнулись. Вот тебе и смерть. А потом малолетки зацепили там, поехали там зацепиться за электричку там покататься. И вот током шваркал 3000 вольт, и он обугленный на днорез упал. А ему лет было 17. Пошли в футку сделать селфи какую-нибудь на крышу дома. Подскользнули, все полетели с 15 этажа вместе с телефоном. Сделали селфи. Таких дурацких смертей, во! Так лучше с оружием в руках умереть за один. Как герой, как мужчина. Еще-еще помолиться перед смертью. Господи помилуй, и пошел душа в рай. Это какой-то мошенник даже, не поп-то. Да нет, это как раз-таки самое, что ни на есть, истинный, так сказать, поп российской православной церкви. Но это не очень похоже на богослужение. Это похоже как раз-таки на пропаганду того, что вам хорошо бы умереть, потому что вас отправляют умереть. Но на попах же все как бы не заканчивается. И есть же и официальная пропаганда. Вот, например. Священная война! В чем сила, он говорит? В том, чтобы умирать в таком количестве, это сила? Вообще сила в том, чтобы жить, детей растить, семьи создавать, а не с бадуна поехать в чужую страну, потому что не знаю что. Вот еще один специалист широкого профиля. Это тоже мошенник? Это же уже целый патриарх вроде как. И все они твердят об одном. Умирать, 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 умирать. Все они пытаются доказать россиянам, что умирать это хорошо. Только у меня вопрос. Здесь ваша родина? Ну нет. России очень нужна эта территория. Вы жить без нее не могли? Не могу знать даже. У вас в России все хорошо, нет проблем? Проблем много. Проблем много, их надо решать. А вот это кто? Симпатичный молодой человек такой. Гламодненький. Может актер как-нибудь? Актер может быть. Нет, это как раз сын Володи Соловьева, который только что рассказывал вам, что хорошо бы умирать. Только его сын, ну, я вас спрошу, как думаете, в каком он окопе? Не, на Канарах. О, ведь вы даже знаете, что у многих ваших, наверное, пропагандистов и политиков, недвижимость в Европе и в Америке, что у них там дети учатся. Что-то их не очень беспокоит нападение НАТО в Украине. Ну, потому что НАТО идет в Украину. Вы понимаете вообще, что про вступление Украины в НАТО шли переговоры очень длительные, и нас, в принципе, туда никто в ближайшем обозримом будущем не собирался принимать. Вы бы хоть поинтересовались этим? В то время, как я говорю, Финляндия, Швеция спокойно вступает, Путина спросили, а что по этому поводу? Он говорит, да это и дело. В таких масштабах не смысл, как политика. Так в том-то и дело, что россиянина спроси, зачем спецоперация, он говорит, я политикой не интересуюсь. Но в то же самое время, не интересующийся политикой человек точно знает, что здесь в Украине там НАТО, и что Россию все пытаются захватить. У России все враги. И надо умирать, умирать и умирать. Я уже такое где-то видел. Я в кино только это видел. Там было все то же самое. Перед тем, каких отправили в другие страны, им тоже все это рассказывали. Думаете, у вас не так? Ну, как сказать? По-моему, очень похоже. Похоже. Это новогодняя иллюминация в Челябинске. Символы войны. Те же самые свастики. У нацистов, кстати, тоже были и Z-ки, и V-ш-ки. Не только свастика сама по себе. Может, из-за этого у людей крыша едет? Может, из-за этого вот такие вещи происходят? Послушайте внимательно. Вон телевизор. Великая сила. А я не... Я не знаю, что здесь не там. Волоков с молодостью. И они... Даже они ведь от знакомых там нет. А мне сейчас страшно. Вы поймете, вот, куда вы суете. Которые в Галошах пошли воевать. В грязейных сапогах летают, не в паре, что все им здорово надо. В российские рынки, да, по порядку. Нет. Это ифтерия такая. Пошел. Поняли же вы, за что? Ну, она пытается осуждать вот это слово, все. Говорит, что это неправильно, не в корне неправильно, она говорит, что просто наши солдаты плохо обмундированы и так далее, и так далее. Подходит мужик и вытягивает эту пожилую женщину, выбрасывает из автобуса. Ну, чтобы... Чтобы что? Не думали, не боялись, кивали. Это нормально? Нет, это не нормально. Ну, так это же вот результат вот этой всей пропаганды, которую я вам показал. Ну, да. Я бы мог вам сказать, знаете... Я бы мог вам сказать, живите у себя, растите детей, думайте о своих семьях, думайте о своем государстве. Думайте, как жить в мире красоте и добре. Ну, мне почему-то кажется, что эти слова до вас не дойдут. Дошли вы же в Сангельсибек. Вывод из дела, что не надо было сюда ехать. Идите на обед. Надеюсь, после обеда ваша жена перезвонит. Ну, мы ей позвоним, и надеюсь, она возьмет сестра. То есть... Пообедай? Да. Что добавит? Суп с картошкой. Добрый день. Здравствуйте. Вы сестра, правильно? Да, двое. Я вас предупреждаю, что этот разговор под записей для публикации. Вы услышали? Передаю друг. Да. Привет. Привет, Саша. Как вы? Хорошо. Берись. Там вы руку везде возьмите. Глаз. Глаз не видел, да? Нет. А сколько? Это... Просьба такая. Не можешь кому-нибудь с Украины найти, чтобы посылку прислали? У мандаринка нет там знакомых в Украине. Я даже не знаю, а что посылку, что именно нужно? Можно. Ну, три блока сигарет, зажигалка, наверное, три блока не надо. 20 пачек прима. Блок сигарет, зажигалка. Ну, там и сладкого, и риску, и риски килограмм, печенье килограмм. Сейчас я запишу. А как, а отсюда нельзя отправить, что ли? Нет. Долго будет, и не знаю, дойдет. Украинская почта, за адрес запад 1. Украинская почта. Почта. Адрес какой запад? Запад 1. Сигарет и сладости? Да, и печенье. Печенье. Ну, до 10 килограмм положено, я не знаю. Само смотрю. Я думаю, может, уеду до этого времени. Да, дай бог. Как вообще, кормят? Да, нормально. Ну, для тюрьмы нормально. Чего там, все живы-здоровы? Да, живы все. За тебя переживаем. Нормально у меня все. Чего, все записала или как? Запомнила? Ну, записала, да. Можешь перчатки, носки. Ну, если найдешь кого-нибудь, то согласится. Ну, да. Или можно... Постараюсь. Давай. Можно вопрос задать сестре вашей? Да, задайте. Скажите, а как вас зовут? Катя. Катерина, можно вопрос вам? Вставайте. Как вы думаете, что российские военные делают в Украине? Не знаю тоже. Я даже не интересовалась этим, пока у меня лично не коснулась эта ситуация. Ну, это нормально. В России вообще никто этим не интересуется. Ничего, что здесь сотни тысяч людей гибнет? Вас... Вам все равно? Ну, нет, как все равно. Мы так же переживаем. Лично я очень переживаю. Мне очень жаль людей. Ну, а вы не пытались для себя найти ответ на вопрос? Зачем они сюда прутся? Ну, у вас же по телевизору рассказывают там, что за родину гибнут, идут. За родину вы гибнут. Ну, говорят, что так. Да. Говорят, что так. Ну, а у вас здесь родина, что ли? Нет, не за родину говорят, а говорят, что освобождали русскоязычных на Донецке, Луганске. Слушайте, а вы представляете себе, чтобы вот Британия пошла освобождать во всем мире всех англоязычных? Нет. А английский язык распространяется по всему миру. Его никто не защищает, а он распространяется. А вот на русском уже в Украине никто говорить не будет. Представляете, какой парадокс? Мне сложно отвечать на такие вопросы. Вы, я, я же это самое, просто, просто пытаюсь услышать мнение, мнение ваше. Вот, скажите, пожалуйста, вы знаете, сколько из Донецка и Луганска сбежало людей после того, как их пришли освобождать или защищать? Вы видели, что случилось с Мариуполем после того, как его освободили? С другими городами. Их стерли с лица земли, Катерина. Люди русскоязычные, которые сбежали после того, как зашла туда российская армия еще в 14-м году. Их мнение почему-то никого не интересует. Всех интересует мнение только тех, которые остались под оккупацией и просто на камеру, как те обезьянки, говорят то, что им говорят сказать. Вас обманывают. Договаривайтесь. Да и не надо что сказать. Как чувствуешь вообще себя? Нормально. Постарел очень сильно. Постарел, да. От нервов, переживаний. Ну, понятно. Слава Богу, что жив. Записал, да, запад один. Записала, да, постараюсь. Ну, 20 пачеки прямые. Один блок с фильтром мы вкладываемся там вообще. Ну, а писать там, получается, твою фамилию и имя, отчество нужно? Да. Все, поняла. Не переживай. Меняет, ну... Дай Бог. По-малому, ну, часто. Дай Бог, чтобы поскорее обменять. Да, мы ждем тебя. А вы вообще там в пленных? Спросите у сестры, вы записаны как пленные там в России? Да. Все, признали, да? Признали, что он плен. Какого числа? Восьмого какого месяца? Восьмого ноября. Ноября только? Угу. Понятно. Да. Ну, окей, хорошо. Ну, ладно, вставай, не скучайте. Давай, ждем тебя. До свидания. Все, вы говорите посылку, да? А теперь вдумайтесь, ну, посмотрите на меня. Вот просто вдумайтесь в абсурд это. Вы идете сюда в Украину, кого-то от кого-то защищать, освобождать? Якобы. Я никого не знаю. Не, ну, вообще российское там, что вашей сестре говорили, да? Угу. Потом вы у нас на лагере, вас кормят супчиком с картошечкой. Вам ваши из России шлют посылки, сигаретки, конфетки. А наши люди, которые защищали свою землю, которых взяли в плен, которые в России, о них вообще нет никакой информации. Вообще непонятно, в каких условиях они там содержатся. Возможно. А вы пришли сюда как оккупант и теперь ждете. А мы как цивилизованная страна даем вам возможность позвонить, посылки отправить, кормим, надеваем. Так кого здесь надо освобождать? Вас или нас? У меня вопрос еще такой. Ну, я думаю, тоже украинский военнопленный, тоже так. Вы думаете? Вы думаете? Но этого нет. Понимаете? Если бы не было для нас, бы тоже не было. Не посылки. Нет. Это не из-за того, что там так, значит здесь так. Из-за того, что есть цивилизованная страна, есть Женевские конвенции. Есть правила, которые цивилизованная страна должна соблюдать. А России на эти правила плевать. Приезжает Красный Крест, говорят, мы хотим зайти посмотреть, как у вас содержится. Они говорят, идите нахер. Вот и все. Потому что Россия наплевала на все международные правила и права, когда зашла в Украину на своих танках, под Киевом стояли. Понимаете? Я не знаю. Да себя освобождайте там, ребят. Собой занимайтесь. Не надо здесь ничего у нас делать. У вас пишут тоже. Даже интервью уже пытаются писать. Правда, они их выпустили там штук. Может быть 20-30 за все время. Потому что это же с каждым пленным надо, с нашим. Две недели работу проводить. Кто что как скажет и кто что как ответит на какой вопрос. Вот скажите, я с вами виделся до этого? Нет, не виделся. Сколько здесь людей в комнате у вас? Никого, кроме нас, да их. Я вас готовил как-то к разговорам? Нет, не готовил. И никого никто не готовил? Нет. Потому что я и так знаю, что вы ответите. Я так знаю, что я вас спрошу. Потому что здесь все понятно. Здесь мы у себя дома. И вы сюда пришли. И я знаю вашу неправоту. И мне не нужно готовиться к этим разговорам. Вы говорите конфетки. Абсурд. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok